привет я сейчас могу показать свою квартиру в которую я приглашаю пожить любого девушку или парня кого достали родители кого третирует дома кто живет примерно в районе краснярского края я думаю таких много здесь и я со мной точно будете спокойны я сам по себе очень интервертный человек не кричу там хочу даже я очень открытый человек можете смеяться сейчас хочу вам показать свою квартиру какая она есть я потом приберу выглядит совсем по-другому я не знаю зачем показывать квартиру я просто живу один своей квартирке уже больше года здесь и как-то одиноко немного и я рисую постоянно мне бы не помешало человек то бы девушка человек или парень человека бы на фотоаппарат снимал процесс рисования я рисую сейчас покажу вот здесь обычно рисунки я в общем не буду ничего скрывать видеть ужас я приберусь вот моя страница прощение странная не общаюсь телефон ноутбук здесь мои сумки кепка которая сам разрисовал вторая клавиатура если что если вы там заходите свой компьютер не знаю хотя компьютер тяжело перевозить но если что мы с отцом можем помочь вам перевести тебе перевести компьютер ко мне свой чтобы комфортно было потому что я понимаю что такое компьютерная зависимость я нормально к этому отношусь с пониманием сами последнее время не играю на что но все равно я сижу соцсетях там я в основном укладываю творчество мне просто нужна помощь некоторые в этом есть бумаги здесь рисунки спрессованные спицы для того чтобы сюда этот аппарат положить телефоны чтобы снимать сверху вниз то есть сам изобрел такую конструкцию ноутбук у меня старый это я использую чтобы ноутбук сильно не перегревался надежды потом здесь рабочее место я рисую одни из рисунок и чуть-чуть воды когда пил таблетки вода попала обычная вода это рисунки какие я сделал себе ошибки это я думал сделать чтобы специально как-то запомнили меня чтобы запоминающийся какую-то обувь видимо это глупо вот которые мне рисую эти рисунки это просто я разницу экспрессивные пейзажи здесь например очень красивые рисунки это я просто прикол нарисовал как потом закрашиваю кирпичи которыми я сюда клал чтобы удерживался телефон потому что у меня фото бра сломался это я пытался ноутбук сюда поставить и снимать с ноутбука процесс рисования отопление вот такое я ну я у меня депрессии я лечусь тревожное расстройство то есть у меня нет у меня я я не кричу не убегаю там нет такого что я комически так я лечусь официально по рецепту врачам не выписывают таблетку вот у меня флоксетин антидепрессант строго по рецепту врача я купил его покупал вот этого таблетки покупал за свои средства сейчас я покупаю у меня остались деньги и один раз попросил подписчиков чтобы они задонатили мне на лекарства я со стыдом попросил думал меня все засмеют там на всю жизнь по моему удивлению мне задонатили я первый раз попросил я все время выкладываю творчество просто бесплатно открытый доступ и впервые вот попросил у меня было тревожное состояние такое из-за бабушки моей и я как бы понимаю тех людей кто вот живет с бабушкой с мамой у вас тяжелое состояние может быть психическое я с пониманием эмпатии говорю это просто в плохом настроении постоянно тебя кричат там упекают если ты приедешь ко мне жить то я никогда не буду тебе вообще ничего плохого говорить не упрекать ни слова наоборот только поддерживать хотел чтобы поддерживали тут трубы морально хотя бы я честно покажу свою квартиру этот артфель он немного порван локсетин западного производства это строго по рецепту врача дезипам строго по рецепту врача всем это все законно и спасибо тем кто задонатил на лекарство он мне необходим для того чтобы убрать побочные побочные явления от неролептиков неролептик легкий нейролептик который даже без рецепта продается в половине кет и от антидепрессантов обратного захвата серотонина флоксетин тире джен а нет я очень непрактичный человек как бы нет даже но мне не нравится я его не принимаю у меня просто лежит это вот тире джен это все строго по рецепту по печатим печатим я купил мне нужно будет еще купить неролептик в общем вот компьютер у меня есть вебка сказать вот я не знаю почему вот мы жили во всем красноярском крае или даже даже какие-то подальше не найдется ни одной девушке девушки парня которым тяжело с родителями или в общежитии снимать квартиру или с кем-то жить с отцом или с матерью с бабушкой или с днем тяжелая сыновка я вот предлагаю помощь может тебе кажется что я какой-то странный что я предлагаю помощь наверное да и страны не знаю вот я тебе даже показываю все что здесь есть флоксетин антидепрессант я стал я стал принимать его из-за того что девушка просила с которыми были три года но не бросила она просто перестала ко мне чувствовать здесь мы картине принято здесь я на самом деле не пью это просто я эксперимент делал таким я буду себя выпить это я раз в год сейчас я уже больше не выпить я никогда не пью сюда везу и не курил ладно хотелось бы но нет нет это нет нет вот Продолжение следует...